МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новым словацким премьер-министром стал Роберт Фитца, высказывающийся за отмену санкций ЕС против России и против военной поддержки Словакии-Украины. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с главой азербайджанского правительства Али Асадовым принял в Тбилиси участие в международной конференции форум «Шелкового пути». Ну вот эта вся сволота, которую сегодня требует, требует сегодня поражения России. Я ни на этом свете быть, наверное, не должна. Также сегодня Комиссия по этике Госдумы России посчитала фигурой речи призыв депутата Андрея Гурулева уничтожать 19% россиян, не доверяющих, согласно официальным данным, Владимиру Путину. Я бы не хотела, чтобы даже бутафорские выстрелы звучали сегодня со сцены. Все против войны. И поэтому мы еще, так сказать, и не играем эти спектакли, чтобы тоже, так сказать, выразить свой протест против этой непонятной, какой-то грязно пахнущей войны, где страдают, в общем-то, обе стороны. И чеченская, и русская сторона. Уж лучше во имя интересов людей, невинно страдающих, и погибающих, в общем-то, не знам за что, лучше признать поражение в войне, чем вот так долго продлевать эту кровавую победу. Эти слова Алла Пугачева произнесла 21 год назад, когда в театральном центре на Дубровке в Москве группа боевиков во главе с Мафсаром Бараевым удерживало более 900 заложников. Сегодня годовщина штурма здания театрального центра. Официальное число жертв среди заложников — 130 человек. По неофициальным данным погибли 174. Большинство из них умерли из-за того, что им не была вовремя оказана медицинская помощь после отравления примененным в ходе штурма ядовитым газом. Российские власти отказываются раскрыть формулы этого газа, но установлено, что в его состав входили компоненты, относящиеся к боевым отравляющим веществам. При этом в интервью газете Washington Post в сентябре 2003 года Владимир Путин утверждал, что это был безвредный усыпляющий газ. Не было объяснено, почему приехавших на Дубровку врачей скорой помощи не снабдили антидотами, почему никто из боевиков не был взят в плен, чтобы его можно было допросить, и как вообще получилось, что хорошо вооруженные террористы проникли в центр Москвы. Ну а заявление Аллы Пугачевой вытащила на свет спустя 21 год главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, думавшая, видимо, что дискредитирует певицу, осудившую войну в Украине, где Россия тоже продлевает кровавую победу, стирая с лица земли населенные пункты, которые старается захватить. Так произошло в Бахмуте, так сейчас происходит в Авдеевке, ожесточенный штурм которой российские войска ведут с 10 октября. Несмотря на боевые действия, в Авдеевке остаются около полутора тысяч мирных жителей. Вот что рассказывает побывавшая там журналистка Мария Милевская. При тех темпах разрушения и интенсивности обстрелов, что я наблюдала накануне в Авдеевке, от города скоро ничего не останется. Там звуки артиллерии, авиации, минометов, стрелковых боев не смолкают в принципе, то есть ни минуты тишины. И Авдеевка и так уже практически вся в руинах. Я была там последние дни лета до этого, и вот сейчас, спустя полтора месяца, разрушений стало настолько больше, настолько хорошо видна вот эта вот тактика выжженной земли. Я сейчас все чаще слышу сравнение, что вот Авдеевка сейчас это как Бахмут весной, и в смысле плотности работы орудий, и потому что в Авдеевку ведет сейчас только одна дорога, которая находится под огневым контролем российских войск, и по левую руку от дороги, если въезжать в Авдеевку, находится тот самый Терекон, за который сейчас идут ожесточенные бои. Накануне появилось видео, что там появился Триколор, но достаточно быстро одно из подразделений украинских, с помощью ИФПВ, как я поняла, дрона, этот российский флаг оттуда убрали. И Терекон, то есть господствующая высота сейчас в серой зоне, и все атаки на сам город украинские оборонцы отбивают. Попытки захватить Авдеевку начались 10 октября, и вот с разной интенсивностью продолжаются до сих пор. То есть то, что говорят военные, на пару дней может затихнуть, пока перебрасываются новые силы россиян, потому что гибнут они там, по словам украинских военных, просто сотнями. Идут, 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 гибнут, и снова перекидывают новые силы. И вот так вот продолжается все это время с 10 октября. И вот, насколько я знаю, по состоянию на вчерашний вечер снова начались активные попытки штурмов. Ежедневно подразделение, спецподразделение полицейское «Белый Янгл», «Белый Ангел» уговаривают кого-нибудь выехать, но люди отказываются. То, что видела я, это или люди сильно выпивающие, или пожилые люди, которых не уговоришь выехать, и собственного жилья, которое, в принципе, разрушенное, они переходят в следующую еще неразрушенную квартиру или в соседний неразрушенный дом, но все равно отказываются выезжать. Живут без магазинов, без света, без связи, но выезжать упорно отказываются. Уже пока вот мы заходили в квартиру, по-моему, на третьем или четвертом этаже Хрущевке к пожилой учительнице, по-моему, 76 лет ей. Ей прямо в квартиру прилетело, у нее не было, в принципе, вот оконной рамы, ее занесло в квартиру, но женщина отказалась выезжать, при том, что она жаловалась на боли в руке, но выезжать нет, я не хочу и не буду. И плюс там остаются люди, от которых зависят жизни, как, например, медики Авдеевской городской больницы. Это то, что меня, наверное, поразило там больше всего. Из персонала в больнице осталось 11 человек. Это один врач, он терапевт, и он же директор, и плюс санитарки, медсестры, слесарь и водитель. И вот эти 11 человек без электрики, без связи, продолжают как-то спасать раненых. А ранения в Авдеевке ежедневно получают местные жители и гибнут, и ранения получают. И вот как-то они умудряются в полуразрушенном здании. Там, например, реанимационное отделение разбито авиабомбой. Там несколько попаданий. Это здание без окон, и они продолжают там работать и оказывать помощь людям. И если успевают, то переправлять в ближайшие, более тихие прифронтовые города и дальше по цепочке. Скорая помощь и спасательная служба в Авдеевке не работают. Мы приезжали в частный сектор, где полицейские должны были засвидетельствовать две смерти. И это была 33-летняя, по-моему, женщина со своим отцом. Вот они погибли от ракетного удара. И соседи рассказали, что еще недавно в этой семье жил 11-летний ребенок, но его изъяли и вывезли. И когда я спросила у полицейских, есть ли в городе дети еще, они ответили, что нет, всех детей мы отсюда вывезли просто вот насильно, как из этой семьи. И в итоге, если бы этот 11-летний ребенок там остался, то, судя по всему, он тоже погиб бы со своей матерью и дедушкой. Это была побывавшая в городе Авдеевка в Донбассе журналистка Мария Милевская. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Израильские танки сегодня провели рейд в сектор газа, в ходе которого выявлялись и уничтожались объекты военной инфраструктуры экстремистской группировки «Хамас». После рейда израильские военнослужащие покинули газу. С обращением к нации выступил премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху, заявивший, что Цахал готовит наземную операцию против «Хамас». Деталей этой операции и сроки ее проведения Нетаньяху не назвал. «Мы обрушили адский огонь на «Хамас». Мы уже убили тысячи террористов, и это только начало. Одновременно мы готовимся к наземному вторжению. Я не буду подробно останавливаться на том, как скоро и как это будет происходить. Я также не буду подробно останавливаться на различных расчетах, которые мы производим, о которых общественность в основном не знает, и так должно быть». Это был премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху. Ну а Владимир Путин вчера провел в Кремле встречу с лидерами так называемых традиционных религиозных конфессий, посвященную ситуации на Ближнем Востоке. Путин выразил соболезнования родным и близким жертв террористического нападения группировки «Хамас» на Израиль 7 октября, сказав при этом, что борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности. Среди выступавших на этой встрече был и главный раввин России Берл Лазер, который сумел в своей речи объединить заявление о необходимости вести с террористами непримиримую борьбу с подобострастным восхищением мудростью Владимира Путина. Вот как это прозвучало. Бир с убийцами невозможен по определению. Поэтому, когда мы сейчас скорбим о сотнях невинных жертв, убитых террористами 7 октября, когда мы молимся о спасении более 200 заложников, мы знаем, что никаких переговоров с террористами быть не может, тем более никаких компромиссов. Любая террористическая организация должна быть изолирована и уничтожена. Я сам не сомневаюсь, что израильтяне и палестинцы, евреи и мусульмане могут жить в мире, уважать друг друга и при необходимости даже помогать друг другу. Можно подумать, почему здесь мы можем дружить, реально помогать друг другу, радоваться вместе, а там невозможно. Ответ простой. Здесь у нас мудрый президент, который когда видит, что может, наоборот, помогать в этой дружбе, или, не дай бог, момент, когда, может быть, не дай бог, какой-то там трудный момент, собирает нас вместе. И, как сегодня вы говорили, дает очень четкую позицию, что это самое ценное, что у нас есть сегодня в России. И в России, слава богу, с террористами так же поступает очень жестко. И результат на лицо. Поэтому очень надеюсь, что российский опыт послужит добрым примером и на Ближнем Востоке, и в других регионах, которые, к сожалению, до сих пор сталкиваются с подобными проблемами. Поэтому еще раз огромное вам спасибо. И дай бог, что, может быть, именно от этой встречи, благословение, которое получаете от всех религиозных лидеров, дал вам силу реально разрулить проблему, решать ее, и чтобы покой был и на Ближнем Востоке, и с Божьей помощью во всем мире. Это был главный раввин России Берл Лазер. Фрагмент его выступления на встрече президента России Владимира Путина с лидерами так называемых традиционных в России религиозных конфессий. Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это шестой сезон моего подкаста о людях двойной культуры. Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной. Может быть, и людей рожать об армии может, без всякого позора для себя. Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут. Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 26 октября. Тема выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский». Президент Словакии Зузана Чапутова официально назначила Роберта Фитца премьер-министром страны. Популистская партия «Курс Словацкая социал-демократия» во главе с Фитца одержала победу на парламентских выборах и создала коалицию с еще двумя партиями, чтобы сформировать правительство. Фитца перед выборами выступал за прекращение военной помощи Украине. Он также высказывался против санкций в отношении России. Уже известны имена некоторых министров в правительстве Словакии. В частности, министром иностранных дел станет представитель партии Фитца Юрай Бланер, который ранее высказывался о конфликте в Украине как о гражданской войне. Назначение Роберта Фитца главой кабинета министров Словакии я обсуждаю с обозревателем «Радио Свобода», историком и политологом, ведущим подкаста «Радио Свобода Атлас Мира» Ярославом Шимовым. Ярослав, Фитца еще не стал премьер-министром. В Словакии уже заговорили о законе об иностранных агентах. Что мы в результате получаем? Вторую — Венгрию, руководитель которой встречается с Владимиром Путиным и сравнивает режимы в Советском Союзе и нынешний Европейский Союз. Пока трудно, конечно, говорить однозначно. Роберт Фитца очень опытный политик и может начать маневрировать, быть более прагматичным, чем он был во время предвыборной кампании. Но в целом и состав правительства, и в общем сами заявления Фитца уже после того, как он начал его формирование, особых надежд радужных не внушают. Потому что в общем и целом он направлен на ведение такого националистического курса, действительно во многом созвучного тому курсу, который ведет Виктор Орбан. Но в то же время никто не говорит о резком разрыве с Европейским Союзом, с НАТО. Это не упоминается, так сказать, быть на орбите евроатлантического сообщества, но быть таким непослушным ребенком в каком-то смысле. То есть постоянно выдвигать какие-то претензии, говорить о том, что наши интересы не учитываются или учитываются недостаточно. Конечно, выдвигать некие альтернативные, так сказать, идеи и представления, в частности в том, что касается войны в Украине и необходимости или отсутствия необходимости поддержки Киева. Это все почти наверняка от Роберта Фитца мы услышим и увидим. И относительно того, поедет ли он, допустим, на личную встречу с Путиным, как это сделал его венгерский коллега, ну, тут судить трудно. Мои словацкие собеседники, которым я этот вопрос недавно задавал, говорят, что не исключают такой возможности, потому что, в принципе, в 2014 году, уже после аннексии Крыма, был момент, когда Фитца был единственным европейским политиком такого ранга. Он тогда тоже был премьер-министром, который посетил военный парад в Москве, был рядом с Путиным. Это уже период, еще раз говорю, после того, как Крым был аннексирован и началась война в Донбассе. Та ее еще не столь кошмарная фаза, как та, что началась в 2022 году. Так что надо готовиться к разного рода, такого рода, так сказать, сюрпризам из Братислава. Ну, все-таки Словакия, как и Венгрия, не самые большие, не самые мощные страны Европейского Союза. При этом, ну, вот Венгрия на днях блокировала принятие очередного пакета помощи Украине. Вот вместе Венгрия и Словакия, или Словакия в отдельности, насколько они, по-вашему, могут влиять на политику Европейского Союза? Ну, тут это вопрос, который на самом деле обсуждается в европейских структурах, потому что Евросоюз устроен так, что там все ключевые решения принимаются консенсусом. То есть одна страна, как вот в данном случае Венгрия, пример, который вы привели, она способна блокировать принятие решения. Вот по каким-то своим причинам голосуют против и все. Через это, что называется, не переступить. Сейчас обсуждается проект, согласно которому право вета, фактическое в таких вопросах, будет заменено неким квалифицированным большинством. Например, есть такой вариант, две трети голосов по числу членов Евросоюза, если эти две трети еще и по населению более трех пятых, так сказать, совокупного населения Европейского Союза объединяют. Вот такая арифметика, против нее выступает как раз и Венгрия, и ряд других стран, потому что это как раз вырывает рычаг влияния из их рук. А с другой стороны, это, если объективно говорить, шаг все-таки к некой, ну, к Евросоюзу как к федерации, потому что такое принятие решения, ну, меньшинство смиряется с большинством, и, в общем, политика становится более единой, более однозначной. Тут есть и плюсы, и минусы, но вот то, что произошло в Словакии, если Словакия действительно поведет такую политику по отношению к Брюсселю, это может ускорить процесс, вот, пересмотра системы всей принятия решений в рамках Европейского Союза. Назначение Роберта Фитца, премьер-министром Словакии, мы обсуждали с обозревателем Радио Свобода, историком и политологом Ярославом Шимовым. Время свободы. Армения не видит преимуществ в сохранении российских военных баз на своей территории после того, как Азербайджан взял под свой контроль Нагорный Карабах. Об этом в интервью американской газете Wall Street Journal заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Российское военное присутствие в Армении включает в себя гарнизоны в двух населенных пунктах и авиабазу. Россия позиционирует себя как гаранта безопасности Армении на Южном Кавказе, через который проходят важные нефти и газопроводы. Планировавшиеся на конец октября в Брюсселе встреча Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не состоится. Алиев отказался ехать в Бельгию. Тем не менее, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, как и Пашинян, прибыл сегодня в Тбилиси на международную конференцию форум Шелкового пути. Главная тема форума – развитие так называемого «срединного коридора» Восток-Запад через территорию Южного Кавказа. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе. Акценты, поставленные премьер-министрами Армении и Азербайджана в ходе их выступлений на Тбилисском форуме Шелкового пути, продемонстрировали всю глубину проблем армяно-азербайджанских отношений на данном этапе. Премьер-министр Армении Николь Пашинян сказал, что для его страны открыты коммуникации двух из четырех соседних государств. При этом он явно имел в виду Грузию и Иран. А вот коммуникации с двумя другими соседями, очевидно, имелись в виду Турция и Азербайджан, для Армении закрыты, посетовал армянский премьер. Господин Пашинян вновь выступил за взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана в границах 1991 года, но не упомянул о так называемом Зангезурском коридоре из Азербайджана в Нахичевань. Напомним уважаемым радиослушателям, что буквально накануне визита в Тбилиси Николь Пашинян заявил в сенсационном интервью Wall Street Journal, что не видит пользы в нахождении на армянской территории российской военной базы. И Иереван ищет других партнеров. В свою очередь, премьер-министр Азербайджана Али Асадов сказал, что у Азербайджана отличные отношения в сфере коммуникации с тремя из четырех соседних государств. Тем самым господин Асадов дипломатично, но ясно намекнул, что главным препятствием для открытия коммуникации, по его мнению, остается Армения. Грузинских журналистов и экспертов в первую очередь интересовал вопрос о возможных прямых переговорах Асадова и Пашиняна в Тбилиси, но, как заявил Радио Свобода бывший ректор Тбилисской дипломатической академии Иосиф Цинцадзе, нынешние грузинские власти вряд ли будут раздражать Москву своими попытками посредничества между Ереваном и Баку. Вряд ли Россия сейчас обрадуется, если увидит, что без него, без Лаврова встречаются руководители Армении и Баку. Я считаю, что вот этот фактор как-то давлеет и для грузинских руководителей. Я считаю, что тут решающий фактор – это Россия. Россия считает себя безвятером. Отметил господин Цинцадзе, никогда за прошедшие 30 лет Грузия и Тбилиси не становились площадкой для переговоров между лидерами Армении и Азербайджана, несмотря на географическую близость и хорошие отношения как с Баку, так и с Ереваном. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода Тбилиси. Вы слушаете «Время свободы» российская судебная хроника. Суд отказал Алексею Навальному в организации отдельной комнаты для встреч с адвокатами в исправительной колонии номер 6, в которой он содержится. С момента постройки этой колонии в 1959 году в ней никогда не было организовано отдельного места для встреч заключенных с защитниками. Это является не просто аномалией, но прямым нарушением закона, подчеркнул в своем выступлении Алексей Навальный. Защитником интересов Навального выступил адвокат Алексей Цветков, не побоявшийся взять на себя эти обязанности, несмотря на недавний арест трех других адвокатов Навального, обвиненных в участии в экстремистском сообществе. Вот фрагмент интервью Алексея Цветкова каналу СОТО, которое было прервано дежурившим в суде полицейским. Мне сложно было смотреть на него, потому что стекло перегородное, которое между защитником и подзащитным, оно очень мутное. Но по голосу бодр, готов бороться и будем продолжать бороться. Что касается его возможностей связи с внешним миром, которое все хуже и хуже с задержаниями его адвокатов. Пока работаем в этом направлении, так сказать не могу. Он знает вообще, что происходит на мире? Как вы почувствуете? Да, конечно, знает. Вы опасаетесь за свое будущее в связи с арестом трех предыдущих адвокатов? Ну, вы знаете, в общем-то, я же в этой профессии, не просто в этой профессии занимаюсь. Конечно, страты определенные есть, но если этим не заниматься... А что за съемушки стоит? Разрешили нам? Кто разрешил? Катерина сказала. Зали, что в коридоре... Не надо, не надо, не надо. В здании суда. По съемке... Это был фрагмент интервью нового адвоката Алексея Навального, Алексея Цветкова. На сегодня было назначено очередное заседание по делу художницы из Петербурга Александры Скочеленко, которая обвиняется в фейках пророссийскую армию за стикеры с информацией о российской военной агрессии в Украине, которыми в марте 2022 года она заменила ценники в одном из магазинов. Скочеленко, страдающая рядом тяжелых хронических заболеваний, включая порог сердца, находится под стражей больше полутора лет и, по свидетельству тех, кто ее знает, находится в пыточных условиях. Известный филолог Светлана Друговейко-Должанская, камня на камне не оставившая от проведенной по заказу обвинения лингвистической экспертизы по делу Скочеленко, была уволена из Петербургского государственного университета по надуманному предлогу. Зато Комиссия по этике Государственной Думы России не нашла ничего предосудительного в призыве депутата Андрея Гурулева уничтожать 20% россиян, не доверяющих, согласно официальным данным, Владимиру Путину. Не знаю, требуется ли лингвистическая экспертиза вот для этих слов. Ну вот эта вся сволота, которая сегодня требует, требует сегодня поражения России, ее на этом свете быть, наверное, не должно. Комиссия по этике Государственной Думы назвала эти слова Андрея Гурулева личным мнением и фигурой речи. Гурулев реализовал свое неотъемлемое право на выражение своего мнения и личной позиции, считает глава Комиссии по этике Валентина Терешкова. И еще о словах. Государственная Дума готовит законопроект о борьбе с англицизмами и о запрете вывесок на иностранных языках. Один из его инициаторов, депутат «Справедливо Рос» Олег Нилов, в интервью изданию «Лайф» рассказал, какие именно англицизмы вызывают у него особое раздражение. Ну вот эти всякие, знаете, там кластеры, кластеры, противное даже слово, да? Кванториум, видите, сенаторы якобы. Ну какие сенаторы? Спикеры. Спикеры, шмикеры, да, вот это. Ненавидящий слово «кластер» депутат Олег Нилов, возможно, не знает, что в России сейчас бурно развивается избинг. Это отдых в гостиницах наподобие русской избы. Избинг, как объясняют специалисты по туризму, это российский вариант глэмпинга, который, в свою очередь, отличается от кемпинга. В общем, бороться Олегу Нилову есть с чем. Кстати, в Государственной Думе России есть еще один депутат по фамилии Нилов. Это Ярослав Нилов, член фракции ЛДПР. Он отметился тем, что объяснил с геополитической точки зрения проведение в Думской столовой недели китайской кухни. Ризотто с морепродуктами, согласно думскому меню, стоит порядка 350 рублей. Для меня китайская кухня, она, прежде всего, ассоциируется с теми событиями, которые сегодня происходят в геополитике. Это вопрос отношения Россия-Китай. Это визит нашего президента. Это недавний визит руководства Китайской республики сюда. Это регулярный обмен китайскими делегациями. Оставлю на совести депутата Ярослава Нилова слова «обмен китайскими делегациями». Звучит, конечно, двусмысленно. Ну а с визитом руководства Китайской республики в Москву, он вообще ходит по тонкому льду. Дело в том, что Китайская республика – это официальное название Тайваня, стремящегося к независимости от материкового Китая. Ну, в общем, изобретательно. Мне, правда, больше нравится объяснение музея-квартиры Иосифа Бродского, решение открыть в доме Мурузи, где располагается музей-ресторан китайской кухни. Объяснение такое. Иосиф Бродский обедал в китайской забегаловке, когда ему сообщили о присуждении Нобелевской премии по литературе. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бобченецкий. Наш подкаст нужно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Live». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».